Два месяца ареста без права внесения залога. Такую меру пресечения избрал Шевченковский райсуд Киева для Бориса Германа. Его подозревают в организации покушения на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. По словам обвинения, Герман действовал с группой пока не установленных лиц. Сам подозреваемый на суде подтвердил, что договаривался с людьми из России о террористической деятельности. Защита настаивала на мере пресечения, не связанной с арестом. Однако прокуратура отметила, Борис Герман купил билеты в Милан, где планировал скрыться. Подозрение Герману в данном производстве обосновывается собранными доказательствами. 27 апреля приблизительно он дал Цимбалюку задаток за совершение преступления – денежные средства в размере 14 тысяч долларов США. 3 мая предоставил Цимбалюку одну тысячу долларов для покупки оружия для совершения им террористического акта. В период с 3 мая по 29 мая в Киеве периодически звонил Цимбалюку и настаивал на необходимости быстрейшего совершения террористического акта, в результате которого должен был погибнуть Бабченко. Дальнейшее наше действие. Мы, конечно же, будем подавать апелляцию, потому что, когда человек оказывается за решеткой, не божье это дело, поэтому апелляция будет обязательно. Мы думаем сделать ее более развернутой. Возможно, за эти дни появится новая информация. Бориса Германа СБУ задержала 30 мая. Его подозревают в организации теракта. И попытки завербовать бывшего участника боевых действий на Донбассе Алексея Цимбалюка. Об этом правоохранителям рассказал сам Цимбалюк. По версии следствия, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали российские спецслужбы. В результате спецоперации по инсценировке гибели удалось задокументировать факты подготовки преступления. Российские наемники в течение суток вели огонь вдоль всей линии разграничения на востоке Украины. Ранены трое украинских военных, сообщает пресс-центр Объединенных сил. Окупационные войска семь раз применяли запрещенное оружие, минометы и артиллерию. Всего зафиксировано 26 нарушений перемирия. Накануне боевики, нарушая нормы международного гуманитарного права, обстреляли Чермалык, это поселок вблизи Мариуполя. Выпустив почти 30 снарядов и мин, украинская сторона из совместного центра за режимом прекращения огня сообщает о попадании мины во двор частного дома. За вчера у противника двое убитых, двое раненых. Украинские военные уничтожили пять единиц техники боевиков, из них два грузовика с боеприпасами. Крымчанина политзаключенного Кремля Александра Кольченко заставляют принять российское гражданство. Об этом рассказала мать незаконно осужденного в России украинца Лариса Кольченко. По ее словам, российские силовики шантажируют сына родителями, которые остались в аннексированном Крыму. Сначала беседа начинается с того, что рассказывают, как плохо на Украине, как хорошо в России. Потом начинается открытый шантаж. Рассказывают о том, что у тебя родители в Крыму остались. Как только он, если подпишет паспорт, он примет, естественно, принимает российское гражданство. И уже Украина не сможет никак повлиять. Видимо, это добиваются. Хотя и так их признали гражданами России, но это только Россия признает их гражданами России. Никто в мире их не признал. Накануне Кольченко объявил голодовку, требуя освободить другого политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Кольченко и Сенцова российские силовики задержали на аннексированном полуострове в мае 2014-го. В августе 2015 года суд по сфальсифицированному обвинению в подготовке терактов приговорил Сенцова к 20 годам, Кольченко к 10 годам лишения свободы. Александра Кольченко содержит в исправительной колонии в Челябинской области Сенцова в колонии Ямало-Ненецкого округа. Акции сейф Олег Сенцов проходят по всему миру. Поддержку украинскому политзаключенному Кремля выразили в Италии и Эстонии. Митинги запланированы в более чем 70 городах по всему миру. А вот в Москве пикет в поддержку Сенцова власти запретили. Митинг был запланирован на 2 июня. Организаторы получили отказ от Таганского районного суда Москвы на проведение собрания на площади Пушкина и Тверском бульваре. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Перед ЧМ как-то вот наши власти совсем оборзели. Поэтому вот как получится, так получится. Но мы пока не намерены опускать головы и молчать. Организатор пикета в Москве, писательница Алиса Ганиева, по телефону рассказывает о вынесенном решении суда. Говорит, в Москве проводить пикет запретили. Теперь вместе с активистами думают, в каком формате собраться в столице. Поддержать Олега Сенцова уже согласилось порядка 150 человек. В преддверии глобальной акции поддержек Сенцова украинцы в Риме провели манифестацию. Несколько десятков небезразличных собрались в столице Италии, чтобы обратить внимание мировой общественности на политузников Кремля. Бойкотируйте чемпионат мира по футболу в России. Свободу украинским осужденным в России. Акции в поддержку незаконно осужденного в РФ украинца прошли и в Эстонии. Там десятки людей с украинскими, крымско-татарскими и эстонскими флагами собрались под посольством РФ с требованием освободить всех политзаключенных. Акции «Сейв Олег Сенцов» пройдут и в канадской столице. Демонстрации начнутся сегодня в 6.30 вечера по местному времени. Люди соберутся возле посольства России, чтобы выразить несогласие с политикой Кремля. Всего же манифестации в поддержку Сенцова запланированы в 70 городах по всему миру. Вадим Гринько, Александр Кулибаба, UATV. Освобождение украинских политзаключенных, российская агрессия и миротворческая операция на Донбассе. Эти темы обсудили президент Украины Петр Порошенко на встрече с министром иностранных дел Германии. Гайка МАЗ впервые с визитом в Украине сообщили в пресс-службе главы государства. Петр Порошенко отметил, Москва продолжает дестабилизировать ситуацию в Украине, о чем в частности свидетельствует попытка покушения на оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Также, по словам президента Украины, отчет международной следственной группы по МХ-17 подтверждает необходимость усиления санкций. Министр иностранных дел Германии посетит Донбасс, чтобы ознакомиться с ситуацией, сложившейся в результате российской агрессии. Поиграть на африканском барабане джамбе, проколоть воздушный шарик, чтобы он не лопнул, или сплести из травы героя украинского этноса и вернуться домой в цветах красок холи. Ко дню защиты детей для 200 маленьких киевлян с нарушениями слуха, опорно-двигательной системы и другими диагнозами организовали праздник, что означает право на счастливое детство без ограничений. В сюжете Ольги Михалюк. Возле детского бодиарта очередь в ожидании перевоплощения. Организаторы говорят, подарить радость они запланировали 200 маленьким гостям. Все они очень-очень разные. То есть это дети и с инвалидностью и без, и с разной нозологией инвалидности, из разного возраста, от 0 лет. То есть самому маленькому, который зарегистрировался в анкете, сейчас 3 месяца. Соответственно, от 3 до 11 лет они совсем-совсем разные. Но они все вместе, посмотрите на них, они счастливы. Это разве не очень яркий, классный пример того, что дети имеют право на счастливое детство. Неподалеку от зоны рисования дети заняты плетением из травы. Каждая фигурка – символ украинской народной культуры. У наших детей удивительное творческое воображение и образное мышление. А это все начинается с восприятия мира. Вот этой травки, знания об этой птице, которая кукует. И как к мифическому существу к ней обращаются, чтобы попросить здоровья, счастья долгих лет. А для будущих ученых проводят физико-химические эксперименты. Я говорю, чубзик, кто уверен, обычно шарики лопаются, если их проткнуть. А он говорит, нет, если мы применим законы физики, то с ним будет все в порядке. И раз, два, три, оп! И смотрите, я прокалываю чубзика, но он остается жив здоровым. На одной из площадок, среди шума, смеха и музыки, слышен четкий ритм барабанов. Это звучат джамбе и дарбука. Чувство ритма есть у всех абсолютно, потому что мы ходим в ритм, мы дышим в ритм, наше сердце стучит в ритм. Вот, и это такая связующая, еще когда мы все вместе играем, как бы мы создаем некий общий ритм. Это помогает как бы социализироваться деткам, с которыми мы работаем, плюс развивает моторику. Это Педро. С высоты своего насеста он спокойно наблюдает, как гладят и берут на руки его соседей по контактному зоопарку – морских свинок и кроликов. Видишь хомячок какой большой? Большой хомячок. Ерема трогает большой хомячок. Да, это большой хомячок. Это живой хомячок. По завершению детского праздника все желающие приняли участие в забеге с красками холи. Куда? Куда? Ольга Михалюк, Ярослав Матяш, UATV Эту и другое оперативную информацию вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UATV.UA Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Субтитры создавал DimaTorzok